Ароматный горчичный суп обладает очень приятным вкусом. Сливки нивелируют пикантный горчичный привкус, а картофель придает блюду бархатную нотку. Вы можете подать суп с беконом, колбасой. Вы можете использовать для приготовления горчичного супа как зерновую горчицу, так и магазинную, сделанную из порошка. Главное, контролируйте объем добавляемого основного продукта, чтобы суп не получился слишком горьким и невкусным. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте указанные ингредиенты. Картофель очистите от кожуры и промойте в воде. Нарежьте небольшими кусочками и высыпьте в кастрюлю. Влейте туда же бульон и всыпьте соль, лавровые листья. Отварите картофель до мягкости примерно 15-20 минут, не забыв удалить пену. Очистите репчатый лук и промойте его. Нарежьте мелкими кубиками. Отпассируйте луковую нарезку до румяности примерно 2-3 минуты на растительном масле в сковороде. Выложите луковую зажарку в кастрюлю к отварному картофелю. Добавьте 1 ст. лавейл, горчицы и сливки. Прогрейте до кипения и выключите нагрев. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Перелейте содержимое кастрюли в глубокий стакан или емкость. Отперируйте погружным блендером. Перелейте суп в глубокую тарелку и выложите в него оставшуюся горчицу. Можно добавить измельченный поджаренный или копченый бекон, колбасу, отварное или запеченное мясо. Подайте к столу блюдо теплым. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот из чего готовим блюдо. Горчица зерновая, 2 столовые ложки. Картофель, 2-3 штук. Сливки, 80 мл, 10% жирности. Бульон куриный, 400 мл. Лавровый лист, 2 штуки. Соль, 2 щепотки. Количество порций, 1-2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. До новых встреч!